Из Покровска в Авдеевку возобновили движение электричек. Из-за интенсивных обстрелов маршрут был сокращен. Неделю составы ходили только до Очеретина. Теперь поезда курсируют в обычном режиме. С пассажирами пообщалась Светлана Павлюкова. Студенты, пенсионеры и рабочие на электричке из Покровска в Авдеевку ежедневно ездят сотни пассажиров. После интенсивного обстрела прямого железнодорожного сообщения между городами не было почти неделю. Обстрелы начали, пускали, не пускали. На данный момент ходят в Авдеевку. Не на камеру сотрудники вокзала говорят, электрички будут ходить по графику. Главное, чтобы обстрелы не возобновлялись. Все электрички, какие ходили до взрывов в Авдеевке, все они и сейчас ходят. Электричка ходит у нас четыре раза на Авдеевку, и она же возвращается, идет на чат. Добраться из Покровска в Авдеевку можно и на автобусе. Несмотря на обстрелы, маршрутки в прифронтовой город отправляются практически каждый час. Однако спрос на железнодорожные билеты больше. Все дело в стоимости проезда. Цена, например, с Авдеевки до Красноармейска и обратно 35 гривен в одну сторону. Сочарительно на 25. В электричке 10 гривен, грубо говоря, 9 гривен, так кажется. Цена, естественно, лучше ездить электричкой. Для жителей Авдеевки Покровск ближайший крупный город под контрольной Украине, где можно оформить пособия, пенсии или банковские карточки. Поэтому железнодорожное сообщение здесь просто необходимо, уверяют пассажиры. Взятие наших пенсионеров, все оформлены в Красноармейске. Как получать деньги? Все сюда едут, на работу тоже все сюда едут. Кругом все поразбитое, так что только один выход от Красноармейска остался. Однако жители Авдеевки жалуются, после 5 вечера добраться из Покровска домой нечем. В вечернее время не ходят даже автобусы. Вечером очень плохо. Последний рейс 16.30 отсюда, и в Авдеевку не попадешь. По словам водителей, возобновить вечерние рейсы пока невозможно. Всему виной ранние сумерки и частые обстрелы. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс.